МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте. И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Нет пьянства на дорогах у нетрезвых водителей. Возможно, будут изымать автомобиль. Загородили нам весь обзор жизни. Мы не видим ни солнца, ни неба, ничего. Бетонная стена вместо солнца. Такой вид из окна ожидают жители многоэтажки в Махачкале. Об очередном незаконном строительстве смотрите сегодня в выпуске. Дагестанская культура в Москве. Кубачинские изделия, болхарские кувшины и унцикольские вазы были представлены на выставке столицы страны. Россия не переплачивают за услуги ЖКХ. Об этом сообщает в управлении Федеральной антимонопольной службы. По большинству коммунальных платежей жители России переплачивают примерно 100% себестоимости. То есть услуги ЖКХ обходятся в два раза дороже. Неверные тарифы – дело рук местных властей. Для решения проблемы антимонопольное ведомство подготовило законопроект об основах тарифного регулирования, которое сейчас на согласовании в правительстве. При этом ранее сообщалось, что меньше всего в России на оплату ЖКХ тратят жители Дагестана. Расходы средней семьи составляют менее 2,5 тысяч рублей в месяц. Сел за руль пьяным, лишился машины. Депутат Госдумы предлагает изымать авто за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Такую инициативу предложил единоросс Максим Иванов. России стоит перенять опыт Белоруссии, считает парламентарий. Там, если водитель повторно в течение года попался пьяным, то автомобиль изымается в собственность государства. Работают полным ходом. Стройка нового многоэтажного дома в столице республики буквально кипит. Но быстрый темп никого не радует. А напротив, возмущает жителей соседнего дома. Ведь новая постройка перекроет все их окна. Кто дал разрешение на строительство дома в нескольких метрах от другого, узнавал наш корреспондент Патимат Ханапова. Загородили нам весь обзор жизни. Мы не видим ни солнца, ни неба, ничего. Здесь и солнца не видно, и тени не исчезают в полдень. Здания вокруг практически перекрывают свет. Кусочек неба из окон и дверей можно с трудом увидеть. И это малая часть неудобства. Чрезмерная близость незаконных построек ставит под вопрос безопасность людей. Сырости и трещины уже беспокоят жителей многоквартирного дома. Смотрите, вот первый этаж там высокий. Наш дом, вот видите, проваливается. У меня ванны, ванны, уже подвал, земля. Проваливается пол, заливаем, он опять проваливается. Наш дом внизу, он аварийный. Ну мы все видели. 90-е лихие видели. Все неприятности увидели. Вместе со всей страной мы страдали. Но больше нет терпения от этих застройок. Помогите решить нашу проблему. Так, чтобы никто не был в накладе. Ни застройщики, ни мы. Кировский район Чайковского 2А. Спокойная жизнь здесь закончилась, еще когда начали возводить этот жилой объект. Сначала соседним жителям объяснили, по проекту здесь будет частный дом. Однако стройка со временем стала масштабной. Данный шестиэтажный многоквартирный жилой дом построен самовольно. Ранее у этого дома было выдано разрешение на трехэтажный жилой дом. После нарушения этажности управлением был собран материал и передано в правовое управление. Дальнейшую судьбу дома решит уже суд. Попала многоэтажка в легендарный список по сносу. Дошло аж до ликвидации одной из несущих стен. Однако процесс остановили. Снесенную часть уже успели повторно возвести. Кроме того, вокруг здесь одни многоэтажные строения, а здание буквально втиснуто между ними. Нарушение норм градостроительства налицо. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расстояние между этими двумя многоквартирными домами всего 10 метров, хотя по закону должно быть не менее 20. Чуть было не лишились жителей дворовой территории, неизвестный в Урале Котлован. Если бы не гражданская позиция и недовольство жителей жилого дома, то сквер и детская площадка сменились бы бетонной стеной новой высотки. Вот, как видите, огороженная территория. Здесь собирались построить дом многоквартирный. Мы остановили стройку. Сейчас стало нам известно, что опять какой-то участок зарегистрировали. Кто-то под частное домовладение. Наш двор разделили на разные участки. Кому-то это продают, перепродают, что-то здесь строят. Хотя нас обманули, я считаю. Нам обещали, что здесь сделать детскую площадку для детей, благоустроить эту территорию, чтобы можно было здесь выйти с ребенком, прогуляться. Парковочные места. Однако в этой истории удивляет одно. Разрешения на строительство у застройщика имеются. А вот как администрация когда-то выдала его, остается под большим вопросом. Теперь проверять законность выдачи документов будет прокуратура. А жители тем временем живут в надежде. Увидеть за окном вместо кирпича и обычное солнце небо и зеленый двор. Патимат Ханнабова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала, Новости 24. Руководитель администрации, главы и правительства Владимир Иванов, мэр Махачкалы Салман Дадаев и министр национальной политики Энрик Муслимов встретились с муфтием республики шейхом Ахмадом Афанди. В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества органов власти и духовенства в различных сферах. Шейх Ахмад Афанди поздравил мэра столицы и министра с новыми ответственными назначениями, пожелал им плодотворной работы и успехов на новом поприще. Я вас обоих поздравляю и прошу Всевышнего, чтобы от вас, для людей, для региона, и тогда, когда для людей хорошо, для региона хорошо, это получается целый для страны хорошо. Потому что, когда одно тело страдает, один орган тела, не может остальные организмы спокойно жить, не может. Поэтому, чтобы от вас было польза и чтобы вы были довольны народом. Гости выразили почтение лидеру мусульман региона, а также поблагодарили его за добрые слова. Есть очень много проблем, которые надо решать. Это и по Зелени, и по пророку Исы в мечети. И надо будет, конечно, подумать насчет парковки здесь в мечети, потому что это для нас для всех, кто на Роман приезжает, большая проблема. Я думаю, мы и здесь будем взаимодействовать. Муфтий выразил искреннюю признательность руководству республики за помощь в реализации социальных проектов. В частности, за содействие в решении вопроса с третьей городской больницы. Владимир Иванов отметил, что руководство Дагестана поддерживает любые проекты, несущие реальную пользу людям. И к другим темам. Международная туристическая выставка «Инту Маркет-2019» начала свою работу в Москве. Около полутора тысяч участников из 150 стран и регионов собрались на площадке выставочного центра «Крокус-экспо». Это главные представители туриндустрии России. О том, как и чем Дагестан поразил гостей выставки, в сюжете Карины Баталовой. Дагестанская экспозиция представлена на выставке уже в десятый раз. И всегда она пользуется популярностью среди гостей и участников. А это и понятно, ведь когда еще представится такой уникальный случай увидеть своими глазами то, как работает мастер из Балхара. Рядом выставлены кубачинские изделия из серебра, а также деревянные вазы из унцукуля. От туристов нет отбоя. Внимание официальной власти к мероприятию самое пристальное. Выставку посетила заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Сегодня Российская Федерация уделяет огромное внимание развитию туриста, туризма в России. Мы строим для себя амбициозные планы по поддержке и продвижению наших туристических продуктов. Наша задача – открыть Россию для россиян и гостей нашей страны. По традиции вице-спикер осматривает выставку. Каждому стенду отдельное внимание. Но возле дагестанской экспозиции приходится задержаться. Здесь наш силач Амар Ханапиев гнет стальные гвозди в форме сердца. Он словно показывает – Дагестан готов принять всех желающих с открытым сердцем. Деловая программа у дагестанской делегации обширная. На площадках форума подписано несколько крупных соглашений с другими регионами. Партнеры выбраны не случайно. Это именно те субъекты, откуда к нам приезжает больше всего туристов. В числе приоритетных взаимодействия с Татарстаном и Ростовской областью. То соглашение, которое мы сегодня подписали, оно реально будет работать. И мы воплотим его реальность. Мы только об этом говорили. В Дагестан также приглашаем ростовчан и будем их принимать. У нас есть сейчас авиасообщение между Ростовом два раза в неделю. Поэтому, я думаю, у нас большое будущее в этом плане есть. Тур-сезон в Дагестане официально еще не начался, но обещает быть насыщенным. Ведь туристические маршруты по регионам Северного Кавказа сегодня в тренде. Самое время объединить усилия. Карина Баталова, Дауд Касанов, телеканал ННТ, новости 24, Москва. Ну а теперь предлагаю вашему вниманию краткий обзор событий от Луизы Раджабовой. Пенсионерка из Буйнакска лишилась квартиры и двух земельных участков на общую сумму свыше 6 миллионов рублей. По данным следствия, две местных жительницы, войдя в доверие к пенсионерке, путем уговора принудили продать ее недвижимость. Уголовное дело направлено в Буйнакский городской суд для рассмотрения по существу. Титулованная гимнастка, имеющая дагестанские корни, Татьяна Набива, завоевала две медали на чемпионате России в Пензе. Она заняла третье место в опорном прыжке, а также в командных соревнованиях. Татьяне уже предложили работу на тренерском поприще для подготовки будущих чемпионов. Роскосмос опубликовал в Твиттер видео о самом мощном мире ракетном двигателе RD-171MV. Мощность двигателя составляет 246 тысяч лошадиных сил, а тяга при массе в 10 тонн превысит 800 тонн. Роскосмос запрашивает на создание ЕНСЕИ полтора триллиона рублей. Эскизный проект с окончанием обликом ракеты и техническими особенностями будет подготовлен к ноябрю этого года. Чемпион первого турнира Лиги ПФЛ Магомед Магомед Керимов принял решение выступать в новом втором сезоне американского промоушена. Дагестанец в декабре прошлого года одержал победу в гран-при в охоте за поясом чемпиона и миллионом долларов. Магомед Керимов одержал победы над спортсменами из Украины, Сербии и США. В 2019 году спортсмен примет участие в очередном гран-при. А вот боец Лиги UFC Саид Нурмагомедов проведет свой следующий поединок под эгидой легендарного промоушена в начале мая. Россианин выйдет в октагон 11 числа против бразильца Рауни Барселоса. Саид Нурмагомедов и Барселос имеют одинаковые профессиональные показатели. Рекорды бойцов идентичны. У обоих по 13 побед и одному поражению. Таковы были новости. К этому часу еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграме, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин